Привет дорогие друзья, привет дорогие зрители, ну и чудо комментаторы моё отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Севке Задамяне, педикулезной личинке, Надьке в земляном червяке и конечно вечно гавкающей, лающей вот этой шакалихи мамке. Что я вам хочу сказать, Севка тот человек, который мастерски умеет выводить на эмоции. Вчера мне девчонки начали написывать, что мол Оля глянь последний видос и я дождалась момента, когда было свободное время, вечером и включила его. И я поняла, что этого делать нельзя было категорически, нужно было смотреть возможности с утра, потому что вот я негативом зарядилась на всю оставшуюся ночь. Меня ребята просто трусило от тех эмоций, которые я испытала. Я не представляла, что можно вот так катком проходиться по абсолютно ни в чем не повинным людям, которые ничего не сделали тебе плохого. Слово в твой адрес даже не сказали. И вот так ты их взял и мастерски замесил. И это тот человек, что даже если ты не хочешь наполняться, понимаете, негативом, ты им не наполнил, ты вообще стараешься от всего абстрагироваться. Жить там, я не знаю, в каком-то коконе своем, понимаете, я в домике. Но нет, он тебе не даст этой возможности. И он сделает все для того, чтобы именно вот все плохое, понимаете, тебя зарядило от него. Что он и проделал в этом случае. Ну и конечно вот этот самый главный его высер по поводу переселенцев. Ребята, я этот видос записываю уже третий раз. Он будет как раз таки смонтирован с нескольких частей. Потому что вот периодически вылетают у меня крепкие словечки, а в данный момент у себя на канале я не могу этого позволить. Поэтому и приходится склеивать этот видос. Но что я хочу сказать касательно переселенцев. Видите ли, Севка привозил им жиротву, как он выразился, и они его не благодарили. Не верю, не верю и еще раз не верю. Потому что да, я тот человек, который тоже очень много раз, неоднократно сталкивался с переселенцами. И что я видела? Я всегда видела искренне благодарные улыбки. Пусть вымоченные, пусть выстраданные, но эти улыбки были. И ни один человек от меня не отвернулся. Мне в принципе не надо было это спасибо. Я его даже не ждала. Я понимала, что люди находятся в стрессе, в шоке. Им не до этого. Но ни один человек не было такого, чтобы не сказал спасибо. Чтобы не поблагодарил. Были те случаи, когда приезжал к переселенцам, которые только люди переехали, только начинают обустраиваться. И там хозяюшки тут же предлагали тебе чай. Или предлагали тебе кофе. И гостеприимством, и желанием общаться, понимаете, строить новые отношения, они были пропитаны. И ни разу я не сталкивалась с какими-то хамами. С тем, чтобы кто-то там, прошу прощения, не сказал спасибо, не поблагодарил. А второе, а нахрена ты это делал? Неужели для того, чтобы тебе только сказали спасибо? В моем понимании, ты это делаешь, потому что ты сам в этом нуждаешься. Ты понимаешь, что ты можешь помочь, протянуть руку помощи. Осознаешь, ты до конца даже не осознаешь. Ты не можешь прочувствовать, что прошли эти люди. Но предположить, да, как им сложно. И поэтому ты им помогаешь. Но, как оказалось, нет. Все как раз таки и делается для того, чтобы именно тебя поблагодарили. А если не поблагодарили, то все, они все гандоны. А понять и вообще осознать состояние этих людей. Вот понять его, наверное, невозможно, потому что ты не на их месте. Но вот осознать можно, предположительно, что они испытывают. Вот ты на секундочку вообще представлял, что произошло и что пережили эти люди, которые в одночасье лишились всего. Своей размеренной жизни, своих планов на будущее, своей семьи, своего дома остались без ничего. Они вот так по крупицам собрались, самое ценное и важное, что у них было. Выехали с этим всем и остались абсолютно без ничего. И должны теперь начинать на новом месте с ноля. Начиная покупать, да, чайные ложки и заканчивая там одеждой, какими-то крупногабаритными покупками. И еще нужно найти. Найти себя на новом месте, найти новое место, найти детский сад для детей, школу, да, вуз какой-то. Потому что это тоже большая ответственность и очень главная часть жизни, да, семьи. То, чего Севке неведомо. Потому что ты должен понимать, что тебе нужно выйти на работу. Для этого должен быть детский сад, детям надо учиться, должна быть школа и так далее. Так вот, люди выезжают, должны думать, куда определить родителей. Им надо тоже найти жилье. И вот это все ложится на одни плечи. На плечи, как правило, более молодого поколения, мужа и жены. И какая это колоссальная ответственность. Когда в одночасье, опять-таки, все твои планы рухнули. И ты не понимаешь, куда двигаться дальше. Что делать дальше? Что будет завтра? И как вообще стартовать? И что делать? Ребята, я сидела в таком шорохе. Мне было настолько жаль этих людей, по которым он прошел катком. У меня, ну, стояли слезы. У меня просто за них стояла колоссальная обида. Те люди, которые ни в чем перед тобой не виноваты. Люди, которые конкретно у тебя ничего не просили, ничего не требовали. И абсолютно ничего не говорили. И вот такие вот высеры. Это потому что, понимаете, такая жажда вот этой халявы, такая какая-то безнадега, лишь бы свои копейки не потратить. Что ты ради вот этой халявы готов засирать людей, которые по факту ничего тебе не должны. Ничего плохого тебе не сделали. И вот так по ним пройтись катком. Ты даже на секунду не можешь представить, с какими жизненными трудностями и проблемами сталкиваются эти люди. Сколько раз они вынуждены менять жилье, переезжать с места на место. Вот здесь вроде обустроились, а тут бах им говорят, выезжайте и неизвестно куда. И ребята, я все это видела у себя перед глазами. И повторюсь, я ни разу не встречала каких-то озлобленных людей, каких-то агрессивных людей. Это люди, которые хотели просто жить дальше. Люди, которые хотят жить просто дальше своей жизнью, своей семьей. И самое страшное, что им тяжело и они брошены со своими трудностями и проблемами. И когда еще вот такое тело, как Севка Задамян, имея 600 тысяч по факту подписчиков, открывает свою пасть. И катком идет по этим людям, возникает вопрос, что они тебе сделали. Что они тебе курви, да. Вот где они тебе, я не знаю, дорогу перешли. Насрали перед тобой, что они тебе сделали, что ты их берешь и кусаешь. Вот так бы ты взял падаль, да, вот эта вот педикулезная личинка. И по коке катком бы прошелся. И я бы посмотрела, где ты был. И, кстати, интересно было, чтобы ты вот так вышел в лицо, вот такой смелец и храбрец. И вот так вот мужикам, переселенцам в лицо это сказал. Вот в лицо рассказал им, какие они свиньи. И я бы посмотрела, где ты был. Так ты бы этого никогда не сделал, потому что обосрешь по жизни. Ты тени своей боишься. У тебя в местах скопления людей начинается паничка. Паничка начинается от страха, потому что ты не знаешь, кто идет за твоей ступиной. И вдруг тебя узнают и что-нибудь тебе предъявят. Ребята, на этом первая часть видоса будет заканчиваться. Сейчас в этом же видео продолжение вторая часть. Ну а я пока заранее со всеми прощаюсь. До новых встреч. Это, кстати, тот человек на пару с Надькой, который визжали и верещали о том, что украинцы сами себя поедом едят. И с такими своими и врагов не надо. Так вот и смотрите, кто на самом деле враг. Тебя эти люди никак абсолютно не затронули. И даже тебя не коснулись. И только из-за чего-то, одного, двух, пяти, десяти комментариев, ты вот так их взял, всех без оглядки замесил. Самое, ребята, в этой ситуации страшное, когда вот эта сердобольная Надька, которая дуже всех любит, сопереживая, точно так же начала подгавкивать на пару вместе с мамкой. И рассказывать о том, что переселенцы очень проханы. И им, видите ли, не угодишь. У меня возникает следующий вопрос, Надька, а пыталась ли ты угодить этим самым беженцам? И что лично ты для них сделала? Вот такая вот вся, которая уверена, что им не угодить. И повторюсь, переселенцы не равно бомжи. И когда Севка кричит, подрывайте жопу и идите работать, просто, ребята, действительно личинка педикулеза и Надька земляной червь. А вы попробуйте найти работу, если, например, твой профиль, ну, я не знаю, предположим, воспитатель в детском садике, где зарплата у человека, ну, максимум до 10 тысяч гривен. Это старт с 7, да, и до 10 доходит. Взять, например, учителя в школе, человека, который наших детей обучает и учит абсолютно всему. Так вот, взять, например, зарплату учителя. Точно так же, там они с неба звезд не хватают. Я не буду врать, ребят, не знаю, сколько, но я думаю, что не сильно отличается от зарплаты воспитателя. И так, куда ни коснись. И это те люди, это если им еще повезло, что они где-то в городе смогли устроиться. А если это пригород? Я лично знаю мальчика с Харьковской области, которому 19 лет. Так вот, он приехал и устраивался на работу. Ему тоже обещали золотые горы. И зарплата стартовать должна была от 22 тысяч и до 28. По факту, ему за очень тяжелую физическую работу платили в месяц 15. С этих 15,8 ему обходилась квартира с коммуналкой. Оставалось на руки 7 тысяч. Так вот, за эти 7 тысяч ему нужно было себя прокормить, себя одеть, обуть и себя лечить. Сильно ли ты при нынешних ценах, когда пачка сливочного масла от 100 гривен стартует, сможешь себя обеспечить. И это я беру одинокого парня, у которого нет жены и у которого нет детей на руках. И когда Надька рассказывает о непроханной, они непроханной, они вынуждены искать ту работу, которая будет нормально оплачиваться. И люди, которые выезжали из городов, сел, даже переезжая в села, они не могут начать стартовать, потому что нечего брать этот старт. Люди, опять-таки повторюсь, остались без ничего. И заселяли их в дома, я видела, в какие их заселяли дома. В те дома, которые десятилетиями никто не заселял. То есть эти дома стояли пустые, заброшенные, забитые и заколоченные. Да, понятно, там выделялись люди, их приводили в порядок в плане уборки и так далее. Но люди даже не могли начинать вести какое-то хозяйство, выращивать какой-то скот по той простой причине, что нет кормов, не за что купить этот скот, негде его содержать и так далее. И очень много подводных камней. И когда, ребята, вот эти люди, которые кричат, что Украина должна объединиться, сидят и харят эту Украину, и Надька первая подгавкивает. Надька, а почему ты к себе в квартиру вот такая сердобольная, добрая женщина не пустила людей за бесплатно, каких-нибудь беженцев или переселенцев? Что ж ты за бабло-то? Ее вот такая вот хорошая сдала. И почему-то не гнушаешься этими деньгами. Ребята, я вот этот Высер слушала, и я была в шорохе. Высер его мамы, которая опять-таки кричит, да, я уехал в Китай, халява закончена, говорит, та, которая на халяве благополучно пяток лет вытягивает, которая ни разу не отказалась от этой самой халявы. Ни от икры, ни от жратвы, ни от шмота, даже дешманского, вот этого дешевого шмота с озерки, да, вот этих платьичек, ну, которых цена там, я не знаю, 500-600 гривен, и то не отказалась, потому что на халяву, на шару зашло. Я помню прекрасно, когда ей прислали гуманитарку, и как мамка с благодарочкой ее принимала, но при этом не сказала, да ты что, Самвел, я не могу, она мне не положена. Есть люди, которые действительно в этом нуждаются, а я в состоянии купить себе и продукты, и ботинки, которые там мне были присланы. Кстати, та же Надька, как у тебя корба, вообще пасть открылась твоя, гавкать в сторону переселенцев? А ты не подумала о том, что когда ты, земляной червяк, собирала у людей с протянутой рукой на трусы себе на операции, что в тот момент тебе те же самые беженцы и переселенцы могли кидать денег? Пусть немного, пусть какие-то 10, 20, 30 гривен, но люди с тобой их делили. И, кстати, да, вот нужно делать выводы вот этим фанатичкам, Севкиным куколкам и Надькиным куколкам, кто эти люди по своей природе. Вот этот весь свой, свою гниль, гнилое нутро они вчера в этом ролике и вывалили. Вот они его действительно и показали. Ребята, я не представляю, каково этим людям. Тем более, когда ты со всех сторон слышишь вот такие высеры в свой адрес. Такое ощущение, что они ему, понимаете, где-то дорогу перешли, на грудь насрали. Вот как человек боится остаться без вот этих подачек и вот этой халявы, которую ему присылают зрители. Вот насколько для него это важно. И действительно стоял бы вопрос, если бы ты не мог себе пойти и это купить. Но ты же в состоянии себе это элементарно все позволять. Почему такая истерия была, я, ребята, вообще этого не могла понять. А потом кричат, почему наши переселенцы, люди, да, выезжают за границу. Да поэтому и выезжают. Что мало того, что от нашего государства никакой толком помощи для них нет, так еще и свои вот такое вот гавкают. Что на тебе прям какую-то клейму, если ты переселенец. Ребята, я вчера это слушала и у меня волосы становились дыбом. От вот этого омерзения и отвращения, которое я испытывала, было одно единственное желание пойти и помыться. Очень стыдно, что вот такие, как Надька, как Севка, как мамка, вот эти тела проживают в Украине. Вот реально очень за них стыдно. И те, кто будет верещать мне в комментариях вот эти куколки, и он помогает военным, настанет время, когда он точно так же загадит и этих военных. Потому что если теперь он открыл свою пасть за то, что, видите ли, я возил, и мне не говорили спасибо, то точно так же он пройдется катком и по военным, которым он помогал, и, видите ли, не так его отблагодарили. В жопу его не вылезали и не поцеловали. И, поверьте, это время настанет и придет. И да, я не верю в его искренние порывы, и что он помогает просто так. Я больше чем уверена, что он помогает. Прекрасно понимаешь, что настанет то время, когда пацаны вернутся домой. И уже очень много роликов гуляют по ТикТоку по поводу того, что они говорят, да, настанет время, когда задашься вопросом, а что ты делал. И, кстати, даже Маринка в недавнем видосе у коляси, когда они в ресторанчике сидели, так и сказала, что настанет время отвечать за то, что ты делал во время войны. Так вот, как раз таки поэтому эти сборы со стороны Севки и есть, чтобы он мог, типа, прикрыть свою жопу, перестраховать и показать, а вот что я делал, а вот как я помогал, а вот какой я молодец. Но, ребята, ни одни его вот эти помогалки никогда не станут на чаши весов с теми моментами, как он засирает и унижает людей. Людей, которые ему лично ничего не сделали и его ни о чем не попросили. И, кстати, по поводу того, что, видите ли, его не благодарили. А ты не думал о том, что люди могли находиться в стрессе, в шоке? И опять-таки, ты же помогал якобы не для того, чтобы тебя благодарили, а потому что внутри души у тебя было такое состояние, да, что люди нуждаются в помощи, а у меня есть возможность, я куплю и поделюсь. Но, как оказалось, нет, не для этого, а именно для того, чтобы все знали, какой Севка молодец. И раз вы меня, подонки, не так отблагодарили, как мне хотелось бы, я вас засру по полной. И можно подумать, ребята, опять-таки, со слов Севки, что у нас все переселенцы стоят с протянутой рукой. Вот я не видела переселенцев, ко мне ни разу никто не подошел с протянутой рукой. Ко мне никто ни разу не подошел с фразой, да, и какой-то манипуляцией, что я переселенец. Те люди, с кем я сталкивалась и были переселенцами, это выяснялось просто, знаете, в период разговора. Но никогда люди не корчили из себя жертв, не опускались до каких-то манипуляций, и уж тем более не говорили, например, мне или в моем присутствии, что им все должны, потому что они переселенцы. И вот интересно было бы, как Севка себя чухал, если бы действительно у него не было вот этих подачек у этого халявщика от его кур, и если бы у него не было социальных сетей Ютуба. И вот я посмотрела, как бы он выживал со своей мамой на свои 16 тысяч в чужом городе, на арендованном жилье, когда нужно и пожрать, купить и медикаменты, и опять-таки коммуналку заплатить, да и много до хрена чего еще тебе нужно. И когда ты это не прошел, ты даже близко не был в этой шкуре, у тебя есть деньги, и ты гавкаешь на людей, у которых не осталось ничего, ребята, это кринж, это позор, это просто полный провал. Я не представляю, кто после этого его будет целовать в жопу. Только такие же конченые маргиналы и опущенные личности, как и он. Потому что действительно человек зазвездился, человек поймал какую-то корону, непонятно от чего, и взлетел до небес. Ну не понимает о том, что приходит время раскидывать камни, но настанет то время, когда их нужно будет собирать. И нужно будет действительно отвечать за свои слова. И я очень надеюсь, что это время у него настанет. И мы это время застанем, когда вот человек будет давать ответ за каждое свое слово и за каждое свое действие. И, ребята, вы знаете, еще омерзительней, наверное, самой вот этой гниды выглядела именно вот этот земляной червь Надька. Потому что, знаете, когда эта скотина стояла с протянутой рукой, вымаливала у людей деньги на операции, которые люди благополучно ей дали, просила у людей деньги себе на трусы, и ты, тебя еще вообще пасть твоя поганая, вонючая, открылась говорить за переселенцев. Тот человек, который был, да, на грани выживания, и стоял вопрос, либо она будет прикована к кровати, либо действительно ей люди дадут шанс и возможность на нормальную жизнь. И ты прошла эти круги ада. Ты знаешь, как это было для тебя якобы тяжело собирать, просить людей, да, объяснять людям, да, стучаться до людей. И после этого ты открыла пасть за переселенцев. Ребята, моему шоку и моим эмоциям, ну, нет никаких, я не знаю, границ и пределов. Я просто знала, что это паскуды, что это подонки, но что до такой степени нет, я этого не знала и не ожидала. Мне казалось, уже ниже пробивать дно, чем пробил его задымян, просто некуда. Но нет, он нашел, и снизу постучали. Ну что ж, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну, а я пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!